Всем щербет, дорогие друзья! Ну что, смотрим на новый, может не такой новый, однако, свеженький мультитул от компании Rockson, который называется M1. 16 здесь у нас инструментов в нем, и это такой не основной, вспомогательный мультитул, потому что он небольших размеров, вы им не открутите какую-нибудь ржавую гайку или что-то еще. Но, тем не менее, есть здесь много интересных инструментов, он не занимает много места. Вот здесь вы видите размеры, вес 130 грамм, ну почти 131, и материалы. 3хром-13 это, я так понимаю, клинок, и 2хром-13 это вся конструкция, то есть клиночек из чуть более, ну, правильной стали, как для клиночка, да, с большим содержанием углерода. Инструкционы здесь в основном к замкам, да, я вот не сразу понял, как это складывается, потому что достается легко, а складывается, ну, так себе, понял не сразу, хотя тоже легко на самом-то деле. Ну, и все инструменты показаны, сейчас я вам буду про них, собственно, и вещать. Есть чехольчик, чехольчик на липучке, липучка со временем приходит в негодность, она забивается всякой грязью. У меня такое случилось на Rocksons Park, и сейчас я его ношу без чехольчика. Кнопка, конечно, немножко предпочтительней в данном случае, но как есть, так и есть. Сам малыш, друзья, самое интересное, здесь есть прямо вот на внешней части пилочка для ногтей, какая-то вот алмазная, с алмазным напылением, судя по всему, она не будет рвать, там, как-то одежду выдирать, но это очень интересно. Почему так не делают на других мультитулах, вот объясните мне. Иногда такое впечатление, что у китайцев больше нововведений, чем у всего Лазермана с момента изобретения им так называемых складных плоскогубцев. Ну, поехали дальше. Линейка, видно, что дюймовая и сантиметровая, да, вот это, наверное, дюймы, ну, не знаю. И, внимание, окей, пам-пам! Легкая, с легким движением руки у вас достаются инструменты. Их не надо здесь выковыривать ногтями. Ну, забегая вперед, скажу, что с другой стороны все-таки немножечко так придется делать. Однако, вот эти, которые в быстром доступе, все. У вас пинцет, у вас крестовая отвертка под Philips и у вас ножнички. Что интересно, пинцет здесь с более, скажем так, жесткими вот этими вот губками, к примеру, тем же пинцетом от Виктори Нокса, иногда что-то вытащить такое, немножечко подзастрявшее, довольно тяжело. Вот недавно мне приходилось вынимать сим-карту, застрявшую там кое-где, и, ну, гнуться вот этим, вот эти губки у Виктори Нокса на пинцетике. Да, там какую-нибудь волосинку выдрать из брови или клеща вытащить хватит. Но чуть-чуть больше усилия, все, они так сгибаются, и вы не можете ничего сделать. Здесь, наоборот, они чуть-чуть потолще и рассчитаны на такую немножко более силовую работу. Ну, как вариант, да, почему бы нет. Отвертка понятна. И ножницы здесь не нужно, опять же, вот так вот переворотом раскладывать, как это в Ганзе. Здесь они просто раз, и все, они у вас разложились. Они очень маленькие, но сейчас проверим, как они работают. Вот, работают хорошо, друзья. Я думаю, что бинт, либо бумагу, все-таки вы сможете отрезать без проблем. И как это все складывается, вниз до упора, раз, будет такой щелчок, и складываются у вас инструменты. То есть, они на запирающем механизме. С этой стороны у нас кусачки для ногтей. Вот так вот это просто все дело открывается. После этого снимается замочка, и кусачки готовы. Я не знаю, ногтики подстригаю перед видосами. Слежу за своим маникюром. Не могу ухватить, но я пробовал. Кусочек отстригает нормально, вроде бы. Все это потом так же складывается назад. Здесь нет запирающего механизма. Все, у вас сложились кусачки. Интересно, не будут ли они выпадать? Вроде бы не выпадают. Далее, здесь у нас есть клиночек. Не показал, да? Он на лайнер-локе. Однако, если я его просто вот так вот одной рукой открываю, он на лайнер-лок не становится. Нужно его чуть-чуть, так, силовым способом дальше туда загнуть, и тогда лайнер становится. Ну, небольшая недоработочка. Давайте проверим заводскую заточку тоже. Ну, клиночек заточен, скажем так, не очень хорошо. Из коробки придется подправить. И сами пассатижи, они подпружинены. Имеют достаточно тоненькие губки, да? Для каких-то таких вот более деликатных работ. Ну, это не силовой мультитул. И с этой стороны, уже разложив сам инструмент, вы можете достать еще несколько вот таких вот инструментов. То есть, это открывашка для бутылок. Это у нас, я так понимаю, что-то типа для слота сим-карт, чтобы доставать, да? Можно было. И вот эта маленькая шлицевая отверточка. Маленькая шлицевая отверточка, потому что с этой стороны она, как так показать? Ну, наверное, все-таки отверточка. Как-то вот странно, с этой стороны она не сходит на нет, с этой сходит. И тут такое впечатление, что какая-то прорезь. Ну, все-таки мне кажется, что это маленькая шлицевая отверточка. И большая шлицевая отверточка с инструментом снятия изоляции из проводов. Да, немножко заговорился. Вот такой вот интересный мультитул небольших размеров, который будет хорошим спутником, технической аптечкой, так называемой, в вашем EDC-наборе. Качество мне понравилось. Набор инструментов, как это все реализовано, мне тоже понравилось. Ну, и цена у него, не сказать, чтобы высокая. Цена адекватная, как пока все у Роксона. Как правило, потом, через какое-то время, китайцы начинают поднимать ценник. Но пока все вроде бы норм, докопаться не к чему. Протыкайте ваши императорские лайки, если вы не сделали этого еще в начале видео. А с вами был еще разок. Увидимся. Пока-пока.